Случилось. В Югре приняли главный финансовый документ. Бюджет рассчитан на ближайшую трехлетку. Это решение народным избранникам далось непросто. Депутаты активно обсуждали доходы и расходы округа. Задавали вопросы чиновникам, предлагали скорректировать некоторые положения. И все потому, что нынешний бюджет сверстан с дефицитом. Это кого-то смутило. Поэтому среди проголосовавших 8 были против. Но несмотря на снижение доходов окружной казны, Югра по-прежнему выполняет все свои социальные обязательства перед жителями. Так, к примеру, бюджетников ждет повышение зарплат. О том, на какие средства будем жить, разбиралась Анна Шуркевич. Складывали, умножали, делели. Несколько месяцев окружные финансисты решали сложные арифметические задачи. В расчетах бюджета учитывали объемы добычи нефти, стоимость одного барреля сырья и цены на американскую валюту. Распределяли средства на десятки статей. Здесь и переселение из балков, и ремонт дорог, и строительство соцобъектов. И вот он, день Х. Все расчеты произведены, бюджет вынесен на утверждение депутатам. Без ложного папаса это заседание Думы, пожалуй, самое важное в году. Народные избранники долго изучали главный финансовый документ региона, а потом еще обсуждали его с департаментом финансов Югры. Больше всего депутатов беспокоили доходы. По сравнению с прошлым годом, денег регион получит почти на 3 миллиарда меньше. На это повлияли и налоговые льготы для нефтяников, и снижение объемов добычи. Все нужно рассматривать в более долгосрочной перспективе. Налоговые льготы, то, что мы сейчас недополучаем, мы потом с Турицей вернем, условно говоря, через несколько лет, когда будут введены в разработку новые месторождения, новые пласты, которые получаются в результате введения геолого-разведочных работ за счет этих льгот. Кроме того, с этого года Югра отчисляет дополнительные средства в федеральный бюджет. Деньги, которые зарабатываются в регионе, должны работать на благо регионов. Фактически, наша регион один из немногих регионов-доноров, так называемых, и фактически за наше налоговое поступление, так скажем, кормится более 80 убыточных регионов Российской Федерации. Я считаю, это неправильно абсолютно. Отношения между регионами и Федерацией должны устроиться по другим принципам. Несмотря на снижение доходов, расходы у Югры увеличились. Около 200 миллиардов планируется потратить на развитие округа в будущем году. Подавляющая часть расходов, больше 70%, уйдет на социальную сферу. Так, на здравоохранение выделят 82 миллиарда рублей, в образование вольют 60 миллиардов, а в социальную защиту 28. Отдельная статья расходов повышения зарплат бюджетников. Муниципальным образованием на повышение оплаты труда работников отдельных категорий бюджетной сферы в рамках реализации указов в 2018 году будет предоставлены соответствующими бюджетные трансферты. Их уровень по сравнению с 2017 годом значительно вырос, увеличен более чем в три раза. Если сравнивать, допустим, с тем бюджетом, который выделяется в других субъектах федерации и с российскими показателями, норматив на душу населения, то есть на одного человека, у нас в 1,3 раза больше, чем в любом другом субъекте федерации. Кстати, по сравнению с бюджетами регионов Урфо, югорская казна одна из самых богатых. Так, расходы в округе больше на 50 миллиардов, чем у ближайших соседей Ямала и Тюменской области. А расходы в Курганской области и вовсе меньше югорских в пять раз. Опережает Югру по финансовым показателям только Свердловская область. Конечно, у каждого региона своя экономическая ситуация, да и численность населения разная. Однако эксперты не устают повторять. Экономить пришлось всем. И в условиях кризиса самое главное – исполнять все социальные обязательства. Радует то, что львинная доля бюджета будет направлена на социальную сферу, на развитие здравоохранения, образования, замены жилья, ветхого и временного жилья. Это все-таки та цель, те задачи, которые определены законом, которые должны работать на кого? На нас, на всех жителей округа. Кстати, депутаты предложили дополнительно выделить средства на покрытие дефицита, строительство школ, а также жилья. Еще одна идея касалась финансирования муниципалитетов. Чтобы люди также равными правами пользовались на территории, развивали свои районы, строительство дорог, ЖКХ, строительство квартир, необходимо уравнять эти возможности для того, чтобы жители чувствовали себя одной семьей. Депутаты вынесли свой вердикт. 30 человек проголосовало за, а 8 – против. Тем самым бюджет на ближайшую трехлетку принят. И все же финансовый документ довольно гибкий, а это значит возможны корректировки. Анна Шуркевич, Дмитрий Макаров, Юрий Люшневский. Специально для программы «Больше чем новости».